Слушайте, ребят, ну ура! Не побоюсь этого выражения, ура! Впервые за долгое время мы начинаем программу с по-настоящему доброй и хорошей новости. Это не должно оставить и вас равнодушными. Итак, Минобороны РФ отчиталось о восстановлении 31 тысячи жилых домов в Сирии. И российская сторона продолжит помогать братскому ближневосточному государству, чтобы все беженцы как можно скорее могли вернуться домой. Помимо жилых домов, российские власти подсобили сирийцам восстановить 718 образовательных и 127 медицинских учреждений. Отремонтировали 960 километров дорог. Сука, вот я счастлив! Гордость меня сейчас буквально распирает. Внутреннее состояние чем-то напоминает, вот знаете, состояние влюбленности, что ли. Хочется парить, хочется выбежать на улицу, кричать от счастья, запускать салюты, обнимать случайных прохожих. Это самый лучший подарок на Новый год для всей нашей нации. От наших чиновников начинаем! Привет, друзья! Я, между прочим, продолжаю играть в ту самую игрух «Викинги. Война кланов» в новогодние. Вот прикололся. Оказывается, некоторые из вас тоже викингами балуются. Ну а что? Все новое, это хорошо забытое старое, стратегическая игрушка, не просто тупые стрелялки, даже меня иной раз такие вещи увлекают. Ностальгия просыпается, только теперь это еще и яркая, качественная, современная графика, социальные фичи. Кстати, а я, по-моему, говорил, в «Викинги» сегодня играет больше народу, чем жило людей. Во времена, когда эти самые викинги существовали в реале, вы бы, наверное, не удивились, это геймеры. Со всего мира на минуточку расширяй кругозор, знакомься с людьми, вступай в клан, где друзья поддержат тебя в трудную минуту, поделятся ресурсами. Например, игра абсолютно бесплатная. Переходи прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео и получай крутые призы. Предмет переселения новичка или 200 голды, начни игру с преимуществом, попробуй, тем более, говорю, бесплатно. Само собой разумеется, у каждого из вас прямо сейчас возник вполне резонный вопрос. А почему нельзя было 30 тысяч жилых домов, например, в Магнитогорске восстановить? Как показали последние события, некоторые из них очень даже нуждаются в данной процедуре. Дальше. 718 образовательных учреждений не помешали бы и Саранску, Иваново, Новосибирску. А 127 больниц, поликлиник и медпунктов вполне себе могли бы на Дальнем Востоке пригодиться. Например, не говоря уже о дорогах тут прямо в любое место. На карте Великой и Могучей тыка и вуаля, в точку там стопудово нужен дорожный ремонт. Однако, друзья, вот в этом как раз и заключается основная проблема среднестатистического обывателя. Он начинает искать во всем логику, а надо просто уметь сечь фишку. И вот теперь мое любимое, объясняю на пальцах. Представьте себе, что какой-то чиновник из правительства завтра заявит, что несколько десятков тысяч домов отремонтировали в Ульяновске, а не в Сирии ни разу. Канал Россия. По этому поводу нам даже картинок из интернета надергает. И целую неделю будет эти картинки показывать по ящику во всех программах по очереди. Вижу, что вот вы угадали правильно. В Ульяновске-то все это проверить можно, не дай бог, какие-нибудь блогеры туда потащатся или независимые журналисты поснимать. Они захотят те восстановленные издания, вот. А Сирия-то, где находится, не знает никто, ну или почти никто. Я уже не спрашиваю о том, часто ли вы там бываете. Тем более, что после трагедии с журналистами в Центральной Африке в прошлом году нам всем хорошо известно, что в такие места лучше не соваться. В принципе, нарвешься на местных аборигенов из какого-нибудь племени Тумба-Юмба, потому что, которые четвертуют тебя, затем зажарят и съедят. Сирия, ребята, стратегически важная территория для составления горделивых отчетов. Там можно и 30 тысяч домов восстановить, и 40, и даже миллион. Еще в Сирии можно построить 150 тысяч самых современных в мире аэропортов, миллиард космодромов, проложить триллионы километров труб Клондайк. Это вам не мультик про ракету от создателя Лунтика Вани Дураку показывать. Тут все намного серьезнее. Чьи-то бабки, чьи-то интересы, экономика короче, и она, как мы помним по Горбачеву, должна быть экономной. Это реальная журналистика. Год прорывов начался. Поехали. Ну и вот сейчас начну вас расстраивать. Опять эти нерадивые оппозиционные мэры и губернаторы, избранные не от правильной партии, в прошлом году жить нормальным пацанам и девахам мешают и мутят чё-то. Глава якутска Афксентьева. Он в очередной раз подляну кинула. Никогда не поверите, что сделала. Она последовала примеру хабаровского губернатора Фургала и уволила нескольких чиновников из числа своих заместителей. В принципе, сократила этих нужных ребят 9 миллионов. Правда, для городского бюджета сэкономила, но тут ведь не в миллионах дело. Проблема глубже. Эта нахалка покусилась на святое. Коснулась неприкасаемых. Да она там обалдела, что ли? Если перефразировать, предлагаю вспомнить бессмертных гардемаринов монолог фельдмаршала Апраксина, когда нашу конницу немцы рубают в капусту по его же глупости. Вспоминайте, вспоминайте. Эх, солдатиков-то новых наберём коней. Жалко, я к чему об этом сейчас. Да объясните ей уже кто-нибудь якутяне и людишек у нас до хрена. А вот эффективных менеджеров, способных глушить дорогое шампанское на корпоративах или правильно перекладывать бумажки, составлять отчёты как надо, да вылизывать в конце концов нужным людям в нужном месте, по пальцам пересчитать, зло берёт ей Богу. Как вы к этому сами относитесь, вот к этой вот обрушившейся популярности? Просто есть определённый общественный запрос. И в наших словах, в наших действиях люди увидели, ну, как бы, услышали свои мысли, увидели то, что они ожидают. Совсем другой калинкор, когда нормальные пацаны из партии реальных дел в вопросы вырубаются. Например, депутат Госдумы Горелкин, член комитета по информационной политике. И вот тут смешно. Человек, внимание, член комитета по информационной политике, но законопроект, который дядька предложил принять своим коллегам немного из другой области, а именно «Давайте, сказал парламентарий, вернём на экраны телевизоров рекламу алкоголя». Главным образом пиво действительно. Ну, бухать же это здорово и нужно, особенно когда в Сирии такие прорывы совершаются. Ладно, отклонился от темы. И вот теперь просто предлагаю вам послушать аргументацию этого, просто этого. Впереди у нас один из этапов Гран-при Формулы-1 и чемпионат мира по хоккею с шайбой. В обоих случаях генеральные партнёры – это пивоваренные компании. Нужно, уважаемые коллеги, чётко понимать, если сегодня мы не примем этот законопроект, эти события рискуют не состояться. Именно. Вот кто не пьёт томатный сок, будет стройный высок. А если ты не дружишь с синькой, не стать тебе, парень, красивым и спортивным. Если серьёзно, в данном случае, по-моему, даже идиоту. Понятно, перед нами обыкновенный жулик, проходимец, который продался пивному лобби, не стесняясь, отрабатывает взятку, пытаясь в наглую протолкнуть через Думу абсолютно левый закон. Причём, повторюсь, парень трудится членом комитета по информационной политике. А законопроект вообще о рекламе пива о как денег захотел. К слову, даже коллеги этого ущербного на смех его подняли. Для убедительности депутат даже начал апеллировать к статистике. Мол, Россия даже не входит в мировой топ-20 самых пьющих стран. Тогда как же быть с шестью миллионами алкоголиков, не говоря уже о 29 миллионах человек, страдающих алкогольной зависимостью? Про винный алкоголизм никто из нас не слышал, в том числе и медики, присутствующие в зале. А про пивной алкоголизм, подростковый пивной алкоголизм, к сожалению, знают представители всех регионов. Поэтому хочу спросить, чьи интересы вы защищаете, предлагая этот законопроект? Уважаемые лоббисты зарубежных компаний, скажите, пожалуйста, хотя бы одну компанию российскую, которая сегодня производит пиво, не по названию, а по собственникам. Ну и возвращаясь к отреставрированным домам в Сирии, в Санкт-Петербург вас приглашают, там в жилом многоквартирном доме, по адресу Трефалева, дом 15 людей, тупо снесли балконы. Причем сделал это не какой-нибудь клык-клык, грумбумбес, это сделали местные власти, а точнее управление ЖКХ Кировского района города. А вот теперь причину, господа, озвучу. Те балконы, по версии чиновников, жильцы, понимаете ли, незаконно остеклили, из-за чего в зимнее время года с балконов стали свисать сосули, создавая угрозу для жизни прохожих еще раз. Люди остеклили балконы незаконно. По этой причине зимой на балконах стали появляться сосули, свисать над головами людей. Да вот у меня бы даже ума не хватило на такую загогулину, как у питерских коммунальщиков. Я бы тупо отправил каких-нибудь рабочих те сосули сбивать, а чинуши из Санкт-Ленинграда взяли, да и демонтировали те балконы. Так же проще. Молодцы. Ой, что ж, тебе снится крейсер «Аврора». Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, не стесняйтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok